Глупые люди, они же всегда были. Всем привет! Килинка Сабина возвращается на большие экраны. История несчастной невестки получила свое продолжение. Назло всем критикам Нуртас Адамбаев снова одел женскую одежду. Свет, камера и наставление актерам Нуртас Адамбаев снова верховодит на съемочной площадке. Да, рапить не получится, он же говорит. Второй части Килинки Сабины «Быть» о прошлых страхах и рисках Адамбаев предпочитает либо не вспоминать, либо делать это с улыбкой. Тогда я думал, если фильм не зайдет, то я больше вообще никогда не буду заниматься этим. Сейчас же команда фильма с завидной уверенностью утверждает, что вторая часть будет не менее захватывающей. У нас был один спонсор. Этот спонсор – это мы сами. Поэтому мы и поняли, что раз уж мы в первую часть вложились, то и во вторую, конечно же, мы вложимся. Бюджет второй части, он больше, может быть, даже значительнее больше, потому что где-то мы увеличили гонорары нашей команде, где-то мы больше вложились сейчас в реквизит. Детали сюжетной линии Килинка Сабина держит в строжайшем секрете. Однако, судя по гриму актеров, в картине будет даже экшен. Съемочной группе «Ревью» Адамбаев решился рассказать лишь некоторые детали. В холодке я сегодня не ходил, да, я сегодня ходил в платьях. У меня в этот раз очень красивые платья, да, я ездил на примерки. К слову о мужчине в женских нарядах. Недоброжелатели картины уже готовятся разразиться порцией сарказма по этому поводу. Но Адамбаев, кажется, только рад. Ну, глупые люди, они же всегда были. Это же, как, все же не могут быть умными людьми, так не бывает. Эти люди, если честно, они мне на руку сами сыграли, вызвав какой-то ажиотаж. Вторую часть комедии планируют представить в начале следующего года. Будут ли на этот раз баталии с хейтерами и соберет ли Сабина к кассу, об этом потом. А пока камера, мотор. Начали. Сабина Таргаева, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Не только Келинка Сабина бьется за место на трон славы. Нестареющий Том Круз в свои 53 года всем покажет, что есть у него порох в пороховницах. В сумасшедшей гонке за первое место в мировом прокате красавчик сражается с героической фантастической четверкой. Возможно, это наша последняя миссия. Пусть запомнят. Почетное первое место в рейтинге мирового кинопроката занял фильм «Миссия невыполнима», племя изгоев Том Круз в главной роли принес картине целых 65 миллионов долларов за последнюю неделю. Критики уже назвали ленту прорывной в жанре боевик. Возможно, именно этот фактор так повлиял на кассовые сборы. А вот переснятую часть фантастической четверки критики не оценили и назвали провальной. Однако это не помешало громилам-супергероям набрать 34 миллиона долларов и занять вторую позицию в списке кассовых фильмов уикенда. Новички недели неплохо стартовали в финансовом плане, однако бюджет картины пока окупить не удалось. Ждем дальнейших изменений. Чудики-миньоны умудрились отхватить третье место в общем рейтинге. Видимо, няши, которые говорят на Тарабарском, уж больно полюбили зрителям. Итог — 18 миллионов долларов за неделю и 610 миллионов совокупного дохода. Желтые глазастики оккупируют мир. Челюсти и когти из мира юрского периода уже девять недель в топе самых кассовых фильмов. За последний уикенд картина собрала 13 миллионов долларов. В целом сумма скромная, однако общий доход за весь период проката уже приблизился к миллиардной отметке. Артем Обленко, Новости Ревю. Продолжаем звездную тему. Кимир он зе бэк. Тот самый эмси Сэйла Убек из Атырау решил все-таки всерьез и надолго покорить казахстанский шоу-бизнес. Говорят, что мужчина даже нашел себе продюсера. С акулой микрофона встретилась Сабина Таргаева. После публикации этого ролика на ютубе обычный разнорабочий из Атырау проснулся знаменитым. Позже о Сэйла Убеке узнал даже Тимати. Теперь эмси частый гость на звездных тусовках. Он носит увесистую цепь и кепку Трипл-Джи. Естественно, что просто так по улице стало ходить сложнее. Сам Сэйла Убек к свалившейся на него известности оказался совсем не готов. Мужчина боится профессиональных камер. В стрессовых ситуациях становится немногословным. Думали ли вы тогда, что буквально проснетесь знаменитым? Такого этого не было. Ну как, в мыслях не было, да? Водим до бога желанной. Куда охотнее Сэйла Убека, на вопросы отвечает его новоявленный директор. Пользуясь случаем, продюсер поспешил заверить. Его подопечный – прелестнейший человек. Говорили, что Сэйла Убек психически нестабильный, нездоровый. Все это неправда. Он очень добрый и абсолютно здоровый человек. Сэйла Убек будет выступать в жанре хип-хопа. Более того, рэпер продолжает сочинять слова на своем, одному ему понятном языке. Сейчас для того, чтобы образовать бюджет на раскрутку Сэйла Убека, мы выступаем на различных мероприятиях. Только потом начнется работа в студии. Есть, правда, одна проблема. У МС Сэйла Убека продюсер интернет-звезды сообщил, что многие его коллеги-артисты при знакомстве часто предлагают опрокинуть стаканчик другой. Видео в интернете ведь видели все. Но сейчас мы следим за тем, чтобы Сэйла Убек не употреблял горячительных напитков. Хотя иногда приходится трудно. Некоторые артисты сами предлагают ему выпить. Между артистом Сэйла Убеком и его новыми друзьями заключен контракт. Это на случай, если кто-то сомневается в чистоплотности продюсеров. Жасулан говорит, что его компания преследует лишь благие намерения улучшить жизнь самородка и его семьи. Сабина Таргаева, Даулет Атабаев, Новости Ревю. Эти хоромы звездная парочка приобрела в надежде на долгое совместное будущее. Однако через два месяца после ухода Зейна из One Direction влюбленные приняли решение расстаться. Сейчас особняк в престижном районе Лос-Анджелеса продается за 4,5 миллиона. Все деньги от сделки будут поделены поровну между Зейном и Перри Эдвардс. На таком исходе событий настояла девушка. С проблемами в личной жизни столкнулся и Филипп Киркоров. На концерте в Ялте на певца набросилась женщина, которая утверждала, что у них семья. Филипп Бедросович в перепалку вступать не стал. Король поп-музыки предпочел спрятаться за спинами телохранителей. Семью Натальи Водяновой выгнали из ресторана в Нижнем Новгороде. Дело в том, что родная сестра супермодели страдает аутизмом. Владелец заведения решил, что девушка с особенностями развития смущает своим видом посетителей. Против бизнесмена возбуждено уголовное дело. Ресторанные проблемы коснулись и Джастина Тимберлейка. Журналисты сообщают, что санитарная служба Нью-Йорка обнаружила мышей в заведении, принадлежащем звезде. Сам Джастин заявил, что это полный бред, а его ресторан по-прежнему является одним из самых образцовых по качеству обслуживания и гигиеническим нормам. Американский телеведущий Джимми Фэллон продолжает издеваться над своими гостями. На этот раз его жертвой стала Кристин Стюарт. С актрисой мужчина решил сыграть в ассоциации, и, стоит отметить, оно того стоило. Итак, маршмэллоу, зефирки, животик. Недоброжелатели Стюарт сразу отметили, что в этой программе актриса была куда более артистичной, нежели в фильмах, в которых сыграла главные роли. Вчера вечером в Алматы прошел закрытый показ фильма «Вставай и беся» с Алексеем Воробьевым в главной роли. Алексея поздравляю вас с премьерой. Алексей, первый вопрос. Я знаю, что всю музыку к фильму вы написали собственноручно. Каково это писать музыку к такому жесткому по подачи фильму? Ну, это был мой вообще первый опыт написания музыки к такому большому кино. Я до этого работал и писал музыку для кино. Но обычно это было несколько сцен, это были не такая объемная работа. А здесь все-таки из 90 минут фильма 80 занято музыкой тотальной, безостановочной. И только единственная музыка, которая там задействована не моя, которую не я написал, это ария по вороте воли Вивера Кузи. Судя по фильмам и в жизни, собственно, тоже вы в отличной форме. Вы рассказываете диеты, спортзал, все это сами или... Бывает, конечно, бывает. Я сижу и на диете. Если серьезно, есть ли какие-то диетологи, есть ли спортивные тренера? Кто есть? Вот на самом деле... Есть сила воли, я так понимаю? Есть сила мысли и сила воли. На самом деле, меня очень тяжело загнать в спортзал. Только ради работы я туда могу пойти, потому что это... Вот смысл спортзала, ты идешь поработать ради того, чтобы поработать потом. Ну, в моем случае. А что касается футбола, в жизни вы играете в футбол? Если да, то в какой? Я играл только в обычный футбол, где играют в футбол ногами. Жесткого уличного футбола не практиковалось? Да, до 15 лет. Ну, я играл и в дворовый, я профессионально играл еще в футбол. Поэтому это такая была большая часть моей жизни. Ну что ж, грядет очередной сезон сериала «Девчонки». Вернет ли звонарь Машу Бабылкину или же у него будет продолжать гудеть его мужская сущность? Да. Звенелочки, гуделочки будут, конечно, гудеть, продолжать. Но дело в том, что чем мне этот герой начинает дико нравиться тем, что при всем том, что он ведет такой разгульный образ жизни, он вдруг начинает ценить одну единственную девушку, которую он никак не может потерять. С мечтой человеческой не чуждо. Да, для него, для этого рок-н-ролльчика и парня, который готов гулять в любую секунду, бежать за любой юбкой всегда, вдруг он становится таким человеком, который боится потерять одну единственную. Это прекрасно, он вдруг становится из вот этого гуляйки, он становится трогательным очень. Алексей, в жизни вы больше гулящий или же больше трогательный мальчик? Я трогательный, в смысле того, что я люблю потрогать, но совершенно не гулящий. Алексей, есть замечательная возможность сказать буквально несколько слов своим поклонникам, всем тем, кто придет завтра, может быть, уже сегодня на премьеру, всем, кто любит, всем, кто ждет очередного приезда прямо сейчас. Друзья, жду всех в кинотеатрах Казахстана, приходите, пожалуйста, посмотреть фильм «Вставай и бейся», наберитесь настоящих эмоций, всего самого настоящего, послушайте хорошую музыку, вот, и просто, друзья, наслаждайтесь каждой минутой друг с другом. Спасибо большое, что нашли для нас время. Ну, а мы продолжаем. Сегодня отмечают Международный день левши. Обычное обсуждение того, нужно ли переучивать детей к жизни на правой стороне, доходит до горячих споров. Сейчас этой проблеме уделяется минимум внимания. А ведь люди с привычкой все делать левой рукой испытывают невиданные трудности. Как говорят психологи, левши больше склонны к творческой деятельности. И есть два способа, которые могут определить такую предрасположенность у человека. Такая половина мозга работает более всего активно, если попросите сделать его простейшее упражнение, да, попросите его сложить руки, какая рука будет сверху, да, и попросите, не задумываясь, сложить его пальчики. Там, где рука окажется сверху, та ведущая. Соответственно, смотрите крест-накрест, да, то есть если это левая, значит правая полушария, если правая, значит левая. Еще недавно практически всех школьников переучивали с левшей на правшей. Однако психологи считают, что намеренно, а тем более насильно, этого делать не стоит. Ребенок сам должен сделать выбор и использовать ту руку, которую ему удобно орудовать. Такой человек очень быстро, может быть, как Юлий Цезарь, да, обрабатывает кучу всего, любой информации, абсолютно. То есть касательно двух происходящих одновременно действий. Процент левшей, которые достигли успехов в своей деятельности, довольно высок. Анжелина Джоли, Том Круз, Брэд Питт, Александр Пушкин, Лев Толстой, Хью Джекман, Аристотель. Список на этом не заканчивается. Впрочем, не только люди искусства вырастают из левши. Они отличные аналитики, они отлично воспринимают любую информацию, которая связана с анализом. Это может быть математика, это может быть философия, политология, все что угодно. Такие люди обычно чаще всего учат языки. Все бы ничего, только вот комфортных условий для левшей практически нет. Ножи заточены, мышки и ручки адаптированы под правшей. В западных странах к таким, на первый взгляд, мелочам подходят куда внимательнее. Так что сегодня самый подходящий повод, чтобы подарить знакомому левше бытовую вещицу, сделанную специально для него. Такого особенного. Артем Абленко, Ирлан Абдуалиев, Новости Ревю. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите Ревю и будьте в курсе. Пока.